Мария Оглоткова У вас для актрисы Мария великолепная внешность, такая запоминающаяся, яркая. Расскажите нам о себе. Мария, ну вот все, что я для себя понял во время вашего монолога, это то, что вы умеете очень-очень быстро-быстро-быстро-быстро разговаривать. Да, так и есть. Прекрасно. Я давно мечтал устроить батл и проверить, насколько я хорош в этом деле. Поэтому давайте договоримся. Я пойду разминать свой речевой аппарат, а вы пока побеседуйте о своем нелегком актерском житебытие с Андреем Данилевичем. Я вас провожу, юная леди. Идемте. Подожди, не спеши. Давай как-нибудь красиво поприветствуем нашу публику. Всем привет! Присаживайся, Маша Оглоткова. Значит, ты актриса, да? Очень понятный и распространенный выбор в столь юном возрасте. Но в то же время очень сложный. Сложный, потому что очень много людей желают стать известными, знаменитыми. Они пытаются для этого как-то людей удивлять, привлекать внимание. Вот ты чем собираешься удивлять и привлекать внимание? Расскажи. Ну, своим таким быстроговорением, наверное, и своей мимикой, и своего лица, своими эмоциями. Может быть, ты уже снимаешься в кино? Конечно, я снималась уже в кино, у меня есть опыт. И если мне не изменяет память, ты на нашем телеканале, на Интере снималась. Что это были за фильмы? Сериал «На грани» и «Вещдок». У нас есть видео твоих съемок, давай посмотрим. Внимание. Ты кто? Что ты у нас делаешь? Почему там все ругаются? Папа не отзывается. Я ему кричу. Я всех напугала сегодня. И сама испугалась. Если бы папа сегодня не успел, я бы точно в больницу попала. Или хуже. Я так этого боюсь. Чего? Умереть. У тебя мама есть? В соседней комнате ругается. Аж сюда слышно. Я бы тоже хотела, чтобы мама, пусть даже и ругается. Помоги мне. Они мне вон палочку принесли. Врачи сказали, пусть теперь учатся с палочкой ходить. Но я не хочу, как папка какая-то. Это была роль тяжело больной девочки, да? Да. Есть какие-то роли, которые вот ты бы отказалась играть? Ну, все зависимо от гонорара. Я понял. Скажи, по-твоему, что самое сложное в актерской профессии? Переключаться между ролями, между образами. Очень часто бывает, и это почти каждый раз, что я играю роль. И когда мы возвращаемся домой, я до сих пор нахожусь в этой роли. У меня мама что-то спрашивает, я говорю в этом образе. И говорит, Маша, выключайся из образа. Я знаю, что ты сегодня приехала с родителями к нам. Да. Здравствуйте, Светлана, Вячеслав, добрый день. Здравствуйте. Вы имеете какое-то отношение к телевидению и к актерскому мастерству? В кругу семьи. Мама режиссер, папа продюсер. А что значит кругу семьи? Ну, это значит, что когда нужно готовить Машу к каким-то пробам, ролям, мама занимается постановкой образов каких-то, режиссурой. Ну, а папа, если эти... Папа все это оплачивает. Маша, ну знаешь, любой продюсер мечтает о том, когда он получит какой-то доход от актера. Рано или поздно тебе нужно будет и зарабатывать, какими-то гонорарами делиться с продюсером. Ну, конечно, понимаю. Ты уже сейчас зарабатываешь? Да. Что ты покупаешь на эти деньги? Ну, в основном, может, какую-то электронику, одежду какую-то прикольную, или там, рюкзаки, допустим. То есть пока ты работаешь на себя? Да. Маша, а я еще слышал, что у тебя баттл в скороговорении с Даманским будет, да? Да. Я предлагаю тебе сейчас подготовиться к состязанию с Даманским, чтобы его переговорить. Давайте попробуем. Есть упражнения, которые делают все актеры, я думаю, ты его прекрасно знаешь. Наш актеры и телеведущий – это упражнения с орехами. Конечно. Да, я попрошу орехи вынести в студию. Ты поменьше, поэтому и орехи тебе поменьше. Что будешь говорить? Дом, который построил Джек. Ну, давай. Давай, поехали. Давай быстрее. Давай быстрее. Дом, который построил Джек. Вот мясо без хвоста, который зашир и трепет кота, который пугает и ловит синицы, который часто ловит пшеницу, который в телом тела не хранится в доме, который построил Джек. А это корова без дрога, ленувшая старого встави без хвоста. А это ленивый и толстый пастух, который борется с коровницей строгой, который дает корову без дрога, ленувшая старого встави без хвоста, который зашир и трепет кота, который пугает и ловит синицу, который часто ловит синицу, который в телом тела не хранится в доме, который построил Джек. А эти достаем. Я думаю, ты готова для встречи с Джамарским. Доставай. Давай сюда, выпрой. Маша, я очень рад знакомству с тобой. Я верю в твой актерский талант. Я вижу, что ты готова к батлу с Даманским. Давай, приветствуем Андрея Даманского. Беги к нему на сцену. Данилевич, где мои орехи из гримёрки? Я всё видел. Маша, ну давайте вспомним о том, что мы с вами... О, вернее, вы артистка. Прошу вас на центр сцены. Давайте. Преданная публика. Что делает актёр? Он... Он вживается в роль. Вот, актёр играет. Я предлагаю нам немного поиграть. Предположим, что вы, ну скажем, стюардесса. Все девочки, когда маленькие, они мечтают быть стюардессами. Давайте вы сейчас попробуйте вжиться в роль стюардессы. Но во время чтения этого текста вы будете менять свои актёрские состояния. Перевоплощаться. Из одного состояния в другое. Машенька, вам виден текст хорошо? Да. Маша, играйте. Добрый вечер, уважаемые пассажиры. Прослушайте, пожалуйста, информацию о правилах, которые вам необходимо соблюдать в полёте. Запасные выходы расположены слева и справа по борту самолёта. У девятого, двадцать третьего и тридцать второго рядов кресел. Порядок раскрывания дверей и люков и проведения в работе состояния матерских зелобов и коллазов указанных на тридцать второго рядов, которые нанесли на двери и люки. На борту самолёта к вашим услугам свежие газеты и журналы. Благодарим за внимание. Браво, 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 Мария Глоткова. Я думаю, что и я, и вы готовы к нашему скороговорному батлу. Да. Тогда я попрошу вынести сюда случайный набор очень сложных, весьма сложных скороговорок. Так, смотрите, что мы сделаем. Я их вот сейчас вот так вот перетасу. Вы тоже можете их перетасовать, помочь мне, да? Да. Давайте я начну. Вот я беру скороговорку сверху, знакомлюсь быстро с текстом и стараюсь её прочитать. Поехали. Волки, выли ночью, выли возле леса, выли-были, вы спросили, были-мыли, были ноги в речке, мыли. Заряжал жжар пожар, жжёт живём жжарожар, избежал жжар кошмара, жжан нажаром жжёт жжаро. Жан нажаром жжёт жжаро. Так, давайте дальше. Променяла просковья карасяна, трепала полосатых поросят, побежали поросята-порося, простудились поросята, да не все. Так. На дорожках дорожки, в дорожках кошки и бложки, у кошек ложки, у бложек сапожки. Отлично, отлично. Однажды был случай в далёком Макао, Мака-какалу в какао-макало. Кала-какао-лениво-лакало, Мака-какамакало, Кала и Кала. Ужасно у них там всё в этом Макао. Мне почему-то кажется, что, ну поскольку вы их видели в первый раз, ну не до конца выявлен победитель, да? Да. Давайте поступим следующим образом. Вот вы сейчас предлагаете мне одну из своих любимых, если, конечно, она у вас есть, короговорка. Да. Да, а я стараюсь её повторить. Давайте. Давайте, давайте попробуем. Аплодисменты. Прошу. В 4-4 числа, в 4-4 часа, лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но 33 корабля лавировали, лавировали, да так и не выловировали, а потом протокол про протокол, протоколом запротокаировал, как интервьюером интервьюируемый. Лигурийский регулировщик речисто, да не чисто рапортовал, дорапортовывал, да так зарапортовался про макропогодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал претендентом. На субмелый прецедент. Лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе, где хохлатые хохотушки хохотом хохотали и кричали турки, которые начали на обкурен трубка, не курить, только трубку купи, лучше кипу пик, лучше пик, кипу купи, а то придет бомбардир из Браденбурга. Ах, вот оно как! Ладно! Все, я сдаюсь! Я никогда в жизни этого не повторю! Я даже, ну я не слышал никогда подобных разговоров, только про эти 33 корабля вечные, которые там лавировали, лавировали, да не выловировали. Ты нас покорила своим актерским мастерством, и ты заслуживаешь медали «Круче всех». Медаль и подарок в студию! То самое чувство, когда ты круче всех, То самое чувство, когда ты на волне, То самое чувство, когда ты круче всех, круче всех, У тебя все получится, Круче всех, круче всех, круче всех, круче всех, круче всех, круче всех! Продолжение следует...